Продолжение следует... Полный алгоритм распознавания КОС. Этот алгоритм распознавания КОС был известен еще создателю группы КОС Эмилию Артину. Но на нашем курсе лекции я предлагал задачу попробовать придумать какой-нибудь алгоритм распознавания группы КОС. И в свое время, это было 20 лет назад, эту задачу решил замечательный, выдающийся студент Александр Александрович Гайфул. Ныне член-корреспондент Российской Академии Наук, возможно, самый молодой. Итак, вот я расскажу об этом, о многих определениях группы КОС, и также об этом алгоритме, давайте его будем называть, Артин и Гайфул. Вот есть определение геометрическое, топологическое, определение из алгебра, из алгебраической геометрии и из алгебра. И вот есть эквивалентность этих четырех определений. Давайте мы сначала начнем с геометрического определения. Оно состоит в следующем. Мы имеем две плоскости горизонтальные, сверху и снизу. Мы соединяем эти две плоскости набором нитей. Набором нитей нисходящих. То есть каждая нить, она как угодно ведет себя по горизонтали, а по вертикали она монотонно не сходит, при этом нити, они попарно не пересекаются. Мы теперь хотим из этого дела устроить группу. Да, во-первых, мы будем эти нити рассматривать с точностью до изотопии. Здесь под изотопией мы будем понимать просто непрерывную деформацию вот этих наборов нитей так, чтобы концы оставались закреплены. При этом требуется, чтобы нить всегда оставалась нисходящей. И если так, то никаких таких странных эффектов, как с узлами, не будет. То есть, например, не будет эффектов с дикими узлами и так далее. Но в принципе можно потребовать просто, чтобы все эти нити были гладкими, и тогда уж совсем все будет удобно. Значит, дальше. Правными мы называем изотопные косы. То есть, можно произотопировать и, в принципе, можно сказать, что у нас просто есть семейство кос. Не обязательно говорить про объемлющее пространство. А теперь вводим структуру группы. Как умножать косы? Умножать очень просто. Берем одну косу, берем другую косу и ставим одну под другую. То есть, первая под ней вторая. Естественно, мы заменяем масштабирование, сжимаем по вертикали. В таком случае возникает очевидный претендент на косу. Привиальную – это коса из всех вертикальных нитей. Ну, значит, возникает еще вопрос, а какая коса является обратной для данной косы? Ну, вот очень легко проверяется, практически мгновенно, что если вы возьмете косу, как здесь, например, С, и отразите ее относительно вертикальной оси, то то, что получится, будет обратно. Как правым обратным, так и левым обратным. Давайте я вам оставлю в качестве упражнения проверить, что действительно тут будет умножение, оно будет ассоциативное, единица будет такая-то, а вот такое отражение будет обратно. Всем это более-менее очевидно. Вот то, что я сказал. Или здесь надо подробнее? Нет, я могу сколь угодно медленно рассказывать, но тогда я меньше просто расскажу. Вроде понятно. Хорошо. Значит, вот эта группа кос Артина из Амнити, она обозначается вот так, Брейт. Значит, Крашенными. Такие косы называются Крашенными. Значит, это, речь идет о косах, у которых тривиальная перестановка. Но вообще имеется очевидное отображение из группы кос в группу перестановок. То есть мы просто смотрим за верхними концами и смотрим, с чем эти верхние концы соединяются. И получается некоторая перестановка. Ну, очевидно, что при умножении косы перестановки умножаются, и есть некоторые косы, которые идут в тривиальную косу. Очевидно, что это будет гомоморфизм кос в перестановке, и гидронгомоморфизм будут те, которые идут в тривиальную перестановку. Это называется Крашеные косы. ПБМ – это Pure Bright Gops. Значит, внимание на немножко иную терминологию. Здесь они называются чистыми. На самом деле в русском языке слово «чистые» зарезервировано для некоторых других кос, поэтому по-русски «крашенные», а по-английски «pure». А вот это вот как раз то самое ядро. Теперь я хочу сказать про конфигурационное пространство. На самом деле в топологии огромную роль играют конфигурационные пространства и еще разные пространства модулей. Ну, вот мы говорили, например, про пространство модулей плоскостей. А под конфигурационным пространством люди обычно понимают пространство каких-то конкретных объектов, точек, например. То есть можно сказать так, что у нас есть топологическое пространство и есть на нем наборы из m точек. Ну, соответственно, у них есть своя собственная топология. Например, если мы возьмем набор из одной точки, то это будет просто исходное пространство x. Набор из двух точек – это будет, ну, скажем так, если x в мегаобразии, то это будет расслоение над x с основой x минус точка. То есть, например, над плоскостью это будет что-то типа плоскость, умноженное на плоскость без точки. А вот чем дальше, тем больше, и это будет довольно интересное пространство. Можно сказать так, что есть у нас вот такое конфигурационное пространство, есть также упорядоченное конфигурационное пространство, когда мы не просто следим за набором m точек, а интересуемся также их номерами. Вот это точка первая, вторая – это n. Так вот, группа кос – это фундаментальная группа неупорядоченного набора, конфигурационного пространства неупорядоченных точек. А если упорядоченные точки, то это группа крашеных кос. Ну, легко проверяется, что все, да, точек на двумерной плоскости, на r2, и это же c1. Легко проверяется, что эти два пространства накрывают одно другое. Значит, степень накрытия – это факториал, m-факториал. Теперь алгеброгеометрическое определение. Алгеброгеометрическое определение такое. Давайте рассмотрим пространство всех полиномов. Полиномов в степени m от одной комплексной переменной z со старшим коэффициентом единицы. А вот это множество всех полиномов, оно изоморфно cn. То есть так-так-так, в степени m, конечно, а чепятка cn. Коэффициенты многочленов можно рассматривать как комплексные координаты. А теперь давайте мы удалим из этого множества многочлены, у которых хотя бы какие-то два корня совпадают, кратные. Получим множество многочленов без кратных корней. Так вот, группа кос из m нитей – это фундаментальная группа пространства многочленов без кратных корней. Вот так. Ну и, наконец, чисто алгебраическое определение – это просто ко-представление. Группа кос создается образующими и соотношениями. Значит, группа кос из m нитей может быть задана m минус 1 образующий, сигма 1, сигма 2, сигма m минус 1 и соотношениями. Соотношениями такие. Значит, далекие образующие коммутируют, если они отставят, по крайней мере, на 2. А вот соседние удовлетворяют такому соотношению. и, и плюс 1, и равно и плюс 1, и, и плюс 1. Ну, соответственно, если мы пишем всевозможные слова, то это будут слова в группе кос. Вот мы дали 4 определения. Сейчас я хочу прокомментировать, почему они все приводят к одному и тому же понятию. Некоторые шаги – это просто очевидно. Ну, например, когда мы говорим про топологическое определение и алгеброгеометрическое определение. В одном случае мы говорим про наборы m точек различных. В другом случае мы говорим про многочлены степени m бескрадных корней. Но ведь многочлен-то и задается своими корнями. То есть любая точка из набора может пониматься как корень многочленов. Ну, значит, набор корней многочленов – это набор m точек. Вот и все. Теперь геометрическое и топологическое определение. Вот я сейчас хочу сказать, что то, что мы нарисовали с самого начала, может быть задано вот так, геометрически, может быть описано с помощью конфигурационного пространства. Ну, смотрите. На самом деле, имеем мы, допустим, картинку вот такую. Тут у нас каждая нить является нисходящей. А давайте мы будем сечь нашу картинку сверху вниз. Будем сечь сверху вниз. И каждый раз у нас будет плоскость. А на плоскости будет ровно m точек. m число не меняется, точки движутся. Ну, вот и все. То есть на самом деле, вот то, что здесь нарисовано, это, можно сказать, нарисован набор нитей. А, можно сказать, нарисовано движение и точек. Ну, и, соответственно, если две косые и затопные, то, соответственно, два пути будут эквивалены. И наоборот. Ну, и осталось, пожалуй, самое интересное. Это почему, значит, вот это вот алгебраическое ко-представление, это то же самое, что и все оставшиеся три определения. А тут ситуация такая. Тут надо вот на эту картинку, которую мы уже много раз видели, посмотреть на как на проекцию, на плоскость, ну, например, о xz. То есть вот у нас есть вертикальная плоскость, у нас вот есть горизонтальная плоскость, z равно константе, а мы проектируем все на вертикальную плоскость. Что у нас тут возникает? А возникают тройные точки и указания, кто выше, кто не. Ну, может случиться какой-то конфуз, и возникнуть касание, или же может возникнуть тройная точка. Ну, в общем, положение все точки двойное. А если так, то мы можем сказать, что у нас есть плоская диаграмма косы. Плоская диаграмма косы, она как выглядит? Вообще, вот есть такой вопрос соглашения, считать, что коса идет сверху вниз, или что снизу вверх. Сверху вниз вроде как удобнее, мы читаем сверху вниз. А с другой стороны, если говорить про координату z, то обычно считают, что координата z равна нулю внизу. Но мне удобнее считать сверху вниз. И рассмотрим вот такую диаграмму, и мы можем считать, что это диаграмма косы. Ну, подобно диаграмме узла, только у косы есть верхние концы и нижние концы. И тут вот есть такое немножко занудное определение диаграммы косы, то есть мы хотим не упустить ничего из виду, что вот эти точки у нас вершинами валентности 1, все остальные вершины валентности 4. В вершине валентности 4 у нас, так сказать, в каждой ветвь переходит с одной нити на противоположную, ну и так далее. Вот. А теперь смотрите. У нас каждая вершина валентности 4, она лежит на какой-то горизонтали. То есть можно сказать так, что у нас имеется горизонталь, тут имеется несколько пересечений с косой. И в одном месте это пересечение двойное. Так вот, это двойное пересечение, оно имеет место между нитями с номерами И и И плюс 1. И это некое число, ну не больше, чем н минус 1. Так вот, по такому перекрестку мы поставим сигма И или сигма И в минус 1. Итак, мы поставим перекрестку в зависимости от того, кто выше, кто ниже, сигма И или сигма И в минус 1. Таким образом, если у нас есть диаграмма, косы мы ее пошевелили, она стала в общем положении, там все перекрестки двойные, и дальше мы записали слово сверху вниз. Слово от образующих. Образующие – это элементарные косы вот таких видов. То есть образующая – это коса, у которой только две нити пересекаются, а во всем остальном, вне этого прямоугольничка, она идет просто как набор вертикальных нитей, сверху вниз. Так, хорошо. Хорошо. Теперь, значит, что может произойти с косой, если мы ее деформировали? Ну, тут вот есть стандартное такое рассуждение, что если мы хотим рассмотреть диаграмму общего положения, то мы можем избавиться от коразмерности 1. Ну, например, от тройных точек. А если мы хотим рассмотреть какой-то путь в пространстве общего положения, то тогда мы от коразмерности 1 избавиться не можем, но мы можем избавиться от коразмерности 2. Что это значит? Это значит, например, что вот бывают тройные точки, а бывают четверные. вот на пути мы избавиться от четверной можем, а от тройной нет. Или, например, еще бывают такие ситуации, когда две двойные точки находятся на одном уровне. Это коразмерность 1. Но чтобы три находились на одном уровне, это уже коразмерность 2, без этого можно обойтись. Или еще бывает, что две точки касаются, что две линии касаются. Эти двойные точки, они у нас не трансверсальные, а касательные. От этого тоже мы, без этого тоже мы обойтись не можем. Так давайте посмотрим, что может быть. Может быть, что у нас две точки находились на одном уровне в общем положении. Мы прошли через точку положения 1, где они на, извиняюсь, где одна была выше в общем положении, а в какой-то момент они стали на одном уровне. Получилось что-то вот такого типа. Или может случиться, что все пересекалось трансверсально, но в какой-то момент возникла касательная. И наконец может возникнуть ситуация, когда в какой-то момент произошел тройной перекресток. А если вы очень внимательно смотрите за движениями Рейдемейстера, вы можете заметить, что тут у нас возникли второе и третье, а первого не возникло. А первого и не может быть, потому что у нас каждая нить нисходящая, она не может возвращаться назад. Итак, давайте посмотрим с точки зрения соотношения группы КОС, что это означает. Вот здесь у нас просто нити, у нас просто перекрестки были на довольно далеких нитях. Это не соседние нити, они отличаются как минимум на двое. То есть это просто дальняя коммутативность. в нашем представлении сигма и равно сигма и сигма и коммутирует в этом случае. Дальше. Если мы говорим про такое преобразование с касанием, то здесь как раз выключите, пожалуйста, если вы посмотрите. если мы говорим про касание, то тут исчезают две образующих, но легко заметить, что они исчезают противоположных знаков. Ну и наконец, что касается третьего движения, вот здесь, если вы аккуратно посмотрите на это третье движение, то это будет что-то, вы видите, знаете, сигма и сигма и плюс один сигма и равно сигма и плюс один сигма и сигма и плюс один. Вы скажете, на самом деле есть не только такое движение, но существуют разные другие движения. Вот тут на самом деле нарисовано разные случаи третьего движения Риде Мастера. Но я очень рекомендую вам записать явно ручкой на бумажке все возможные соотношения. Они будут выглядеть вот так, 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 и показать, что одно выводится из другого. То есть, если мы записали список соотношений одно, то этого достаточно. И на самом деле это очень часто будет облегчать нам вычисления, потому что, грубо говоря, есть у нас движение Риде Мастера третье, которое как в случае КОС, где все у нас перекрестки положительные, вот так, а есть все остальные. Так вот, все остальные вытекают из этого движения плюс второе. Так, а вот теперь я уже готов поговорить про серьезную красивую вещь алгоритм распознавания КОС. Есть ли пока вопросы? Хорошо, я продолжаю. Да? Все ясно, замечательно. Я продолжаю. Я сейчас хочу построить инвариант КОС, и он будет со значениями в так называемых системах кривых. То есть, фактически, я по КОСе нарисую кривую. И эта кривая в каком-то смысле будет сама говорить за себя. И что для меня важно, это то, что по этой кривой я смогу полностью восстановить КОС с точностью доизотопия. И как мы дальше увидим, это построение инварианта, оно фактически будет задавать действия группы КОС на свободной группе. То есть, то, что этот инвариант обладает многими глубокими красивыми алгебраическими следствиями, вытекает из того, что он является инвариантом действия группы КОС на свободной группе. Итак, допустимая система N-кривых, под этим я понимаю вот что. Значит, мы можем просто взять набор точек сверху M штук, набор точек снизу M штук, столько же. Здесь мы сделаем такую вот полуклоскость недоступную и каждую точку сверху мы соединим с некоторой точкой снизу, но при этом мы это будем делать так, чтобы вся в целом картинка была не самопресекающейся. То есть, я хочу нарисовать все так, чтобы никаких пересечений не было. Видите, у меня получается это делать шаг за шагом, то есть, вот я три нити нарисовал, вот рисую четвертую, а вось получится. Сейчас, а вось получится, думаю, что получится. Вот эта нить, она должна идти куда-то сюда. Давайте я нарисую многоточие, вот так. Дальше что? Дальше, наверное, вот так. Видите, вот какой-то получился такой довольно хаотический рисунок и довольно неудобный. И я могу сказать так, что если говорить о если говорить об алгоритме, то формально этот алгоритм будет работать и он будет элементарным. Но с другой стороны, картинки в нем будут возникать очень-очень сложно. То есть, если мы говорим о косе, у которой там не пять перекрестков, а тридцать перекрестков, то картинка будет очень усложненная. если формально можно сказать, что все сведется к вопросам распознавания элементов свободной группы, то фактически элементы свободной группы будут такой огромной длины, что их записать даже будет очень сложно. Ну, кривые мы рассматриваем с точностью доэквивалентности, то есть с точностью доизотопии, такой изотопии на плоскости, чтобы не возникло новых пересечений. Вообще говоря, можно рассматривать кривые с точностью доизотопии, а можно с точностью до гомотопии, то есть можно разрешать пересекаться во внутренних точках. Единственное, чего нельзя, это нельзя, чтобы кривые задевались за вот эти верхние точки. Вот кривая не может пройти какой-то своей внутренней точке через одну из верхней. И теперь я хочу по косе строить кривую. Как я это делаю? Вот я рисую косу. Эта коса имеет самый верхний перекресток. Я беру этот верхний перекресток и тащу его наверх. То есть я делаю так, я беру ту нить, которая идет ниже, и тащу ее наверх. Получается вот так. Сделали. Верхнего перекрестка нет. Беру следующий перекресток и его тоже тащу наверх вот сюда до конца и назад. Причем делаю это вот таким образом. Все станет еще более запутанно, но перекресток станет меньше. Понятно ли в целом, что я делаю? Всем ли это понятно? Так, ну вот смотрите, я беру какой-то перекресток, у которого одна ветвь идет ниже, а другая выше. И я хочу этот перекресток развести, убрать. То есть, значит, у меня может случиться такая ситуация, вот что-то выше, что-то ниже. И эти две нити уже как-то гуляют очень сложным образом. Вот так, так и важно. Так вот, я беру вот здесь ту ветвь, которая идет ниже, и вот здесь я иду вдоль, 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 до конца, по каким бы путям мы не шли, я иду вот сюда, затем возвращаюсь и иду по вот такому пути. Вот это понятно? Надеюсь, что понятно. Вот. Теперь смотрите, значит, чудо сейчас будет состоять, тут будут два чуда. Первое, это то, что если мы двум изотопным космом сопоставим набор кривых, то наборы кривых будут изотопны или одинаковы. Это утверждение о том, что наш эмбриант является эмбриантом. А второе чудо состоит в том, что если мы имеем вот этот набор кривых, то по нему мы сможем восстановить косм. И это будет означать, что это вариант полный. И вот как это делается. Значит, надо рассмотреть две диаграммы, отличающиеся каким-то движением, и в результате то, что получится, будет изотопным. Ну, каким таким движением? Ну, у нас есть дальняя коммутативность, два перекрестка вдали, либо еще движение второе Рейдемастера, когда два перекрестка один за другим, либо еще третье. Вот, если мы говорим про дальнюю коммутативность, то здесь все очевидно, потому что у нас есть где-то две нити АБ, где-то две нити ЦД, и мы их разводим независимо друг от друга. Вообще, все, что независимо, все приводит к коммутативности. А теперь, значит, вот эта картинка, на которой доказано, что есть инвариантность относительно второго движения Рейдемастера. То есть, если бы мы, если мы здесь введем два перекрестка и будем разводить сначала первый, потом второй, то это то же самое, что если бы мы не разводили, ни первая, ни вторая. А понятно ли вам эта картинка? Итак, смотрим диаграмму слева. Здесь есть два перекрестка. Мы разводим первый. Разводим первый, ну, получается некоторая такая вот, а, ну да, я просто сразу, сразу изобразил разведение обоих, то есть, и верхнего, и нижнего. Поэтому тут трудно сказать, кто сначала, кто в конце. Может быть, вы это проделаете у себя в новосте бумаги. Это несложно. Просто надо сначала аккуратно дотащить вот это вот, где-то нить для верхнего перекрестка, потом дотащить для нижнего. Получится вот такая картинка, немножко, так сказать, замудренная. Но здесь можно увидеть, что вот, например, вот этот вот хвост, который тянется вниз, его можно тянуть, 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 и в итоге убрать вот до такого положения, потом до такого, а в итоге все сократится. Понятно? Ну, в общем, сделайте все в тетрадках. Ну, и самое важное, это третье движение Рейдемастера, тут картинка будет не такая сложная, а, в общем, все нарисовано здесь. Тоже предлагается всем желающим подумать над этой картинкой, но тут вот какое дело. Вот смотрите, есть три нити, одна нить, которая идет с северо-запада на юго-восток, она что на верхней картинке, что на нижней картинке одинаковая. Она с северо-запада на юго-восток как шла, так и идет. Так? Другая, которая идет из центра в центр. Но она, так сказать, чуть-чуть огибает северо-западный конец. Что в диаграмме до, что в диаграмме после. А вот третья, она будет идти, на самом деле, довольно простым образом. Вот если вы посмотрите на картинку снизу, то все это можно будет сейчас, если у меня более простая картинка, если вы посмотрите на эту картинку снизу, то можно увидеть, что линия, идущая с северо-востока, ну, конечно, да, получится. Вот, линия, идущая с северо-востока, ее можно вообще, так сказать, увести далеко на северо-запад и с северо-запада вернуться. И здесь будет, на самом деле, то же самое. Но, а вообще, эстеты и те, кто слушал мой курс лекций, наверное, могут вспомнить, что есть что-то похожее на фундаментальные группы и что-то похожее на квандлы, а именно, у нас, так сказать, есть самая верхняя нить, вот эта, северо-запад, юго-восток. Она, ну, в каком-то смысле неподвижна. Есть нить, вот та, которая из центра в центр, она подвергается действию нити северо-запад, юго-восток. А третья подвергается двум действиям. Вот в каком-то смысле вот это то, что на картинках мы один раз нарисуем и получится, а за этим стоят те самые вычисления, которые мы проделали в случае кванды или фундаментальной группы. Вот. Ну, а теперь я хочу сказать главную теорему. Главная теорема состоит в том, что вот эта система кривых с точностью доизотопии это полный инвариат. И доказательство тут в чистом виде махания руками и здесь не требуется даже ничего рисовать. Что имеется в виду? Представим себе, что у нас есть коса, но верхние концы этой косы сдвинуты немножко вперед. То есть коса у нас находится не в окрестности плоскости О и Х, она находится в окрестности плоскости порожденной О и Х и Игрек равно З. То есть от точек 1, 0, 0, 2, 0, 0 и так далее до точек 1, 1, 1, 2, 1, 1 и так далее. И эта коса, она хороша тем, что ее можно спроектировать на О и Х, Игрек будет горизонтально относить. А можно спроектировать на О и Х, З, и это будет вертикально относить. Теперь весь трюк и все доказательство состоит в том, что проекция, что можно косу так видоизменять в трехмерном пространстве, чтобы относительно О и Х, З, она и оставалась косой, то есть ее нити все время монотонно шли по оси З. А вот что касается проекции на О и Х, Игрек, чтобы она стала картинкой без самопересечения. И вот я хочу сказать, что все, что мы делали раньше, это как раз вот такое вот такая вот процедура преобразования, что на О и Х, Игрек проекция пересечения иметь не будет. Вот смотрите. Давайте рассмотрим на эту картину. Можно считать, что вот эта диаграмма слева, это диаграмма нашей косы, вот ее проекция на О и Х, Игрек, но вот эти концы, они приподняты по оси З. То есть по оси З вот эти верхние концы, они выше, чем вот эти нижние концы. Так вот, вот эту нитку, она и вот эту нитку, которую я сейчас указываю, она имеет меньшую координату З, чем вот эта точка их пересечения. Значит, эту нитку я могу просто протащить вот сюда. Если меня интересует координата З, то с точки зрения координата З, вот эта вот картинка, она вполне легальна. То есть я могу сказать, вот рассмотрим вот эту картинку, а дальше мы введем координату З, ну так, чтобы вот в линиях пересечения все было понятно, какая нить шла выше. А что касается всех остальных координат, ну, здесь нет пересечения, и сюда нет, здесь я возьму более-менее какую угодно параметризацию. То есть смотрите, я начинаю с такой картинки, где перекрестков много, окончаю вот такой картинкой, но еще я не кончил, на самом деле надо еще два перекрестка развести. Вот. Что я утверждаю? Я утверждаю, что полученная картинка на О, Х, Y, если в ней ввести координату Z, то мы восстановим исходную косу, но со сдвинутыми концами. Вот это понятно? Это очень важный момент. Вообще, давайте я задам еще такой вопрос. Пусть у нас, что косы, у которых верхние концы находятся в точности над нижними, там, 1, 0, 0, 2, 0, 0 и так далее, и 1, 0, 1, 2, 0, 1 и так далее, вот косы, у которых верхние в точности над нижними стоят, у них классы эквивалентности такие же, как у кос, у которых верхние сдвинутые. Доказательство на самом деле очень простое. Можно сказать, что мы исследуем элементы фундаментальной группы конфигурационного пространства, а можно исследовать, что мы рассмотрим гомотопические классы путей от точки до чуть-чуть сдвинутой точки. Ну, понятно, что если мы что-то сдвинули, мы можем вернуть назад. То есть можно просто пути замкнуть вдоль какого-то очевидного пути. То есть если косы были затопаны, то косы со сдвинутыми концами будут затопаны. Теперь понятно ли, вот давайте, я думаю, если вы на эту картинку снова посмотрите, вы здесь увидите, как выглядит проекция на OXY и что в принципе те движения, которые мы делаем, они перекрестки на OXY уничтожают, но при этом с точки зрения оси OZ косу не изменяют. Вот это понятно? замечательно. А теперь вот я хочу сказать такую вещь. Теперь все. Какая бы у нас ни была система кривых, вот взял я вот эту картинку с этой системой кривых, хочу я по ней построить какую-то косу. Да запросто. Я скажу, что это плоскость OXYY, а дальше параметризую каждую нить от нуля до единицы, чтобы здесь был ноль, а здесь единица. И скажу, что это параметр координата Z. У меня получится коса в трехмерном пространстве. Ну да, со сдвинутыми верхними концами. Но она получится однозначно. Тут может возникнуть вопрос гомотопия или изотопия. если у нас эти кривые если у нас эти кривые не пересекаются по ходу дела, то тогда в общем-то не важно какую брать не важно какую брать параметризацию по Z. Ну не пересекаются и не пересекаются. Можем здесь повыше взять или там повыше. Из-за класса затопия будет то же самое. А вот если они пересекаются, а если пересекаются, то тоже почти что не важно, потому что можно сделать например, чтобы нить выходящая из юго-западного конца, она всегда была самой низкой. То есть всегда была бы ниже любой другой нити. Она ведь не сама пересекается подсекается. Вторая нить была бы всегда ниже третьей и другой. То есть фактически мы можем для любой изотопии или гомотопии получить восстановление изотопии косы в трехмерном пространстве. Теперь, естественно, возникает вопрос. Мы, так сказать, поняли инвариант, но хорошо бы его записать в каких-то культурных математических терминах. На самом деле в культурных математических терминах этот вариант можно понимать следующим. Вот первый шаг. Первый шаг это, так сказать, геометрический термин. Вот представим себе, что у нас есть n точек на плоскости. И мы берем путь, который идет из первой точки дата вниз. Вопрос. Классы гомотопии таких путей с помощью чего описывается? Вот эта некоторая точка я брал в пути отсюда-сюда. Кто скажет? Ну, хорошо, давайте вопрос задам так. Возьмем n точек, да, путь не может внутри проходить через одну из этих выклок точек. Давайте начало возьмем вот здесь. Пусть у нас будет начало вот здесь, и мы разрешаем как-то обходить вокруг вот этих точек. И должны приземлиться куда-то вот сюда. Множество классов изотопии таких путей, которые не задевают концов. Это что такое будет? Если мы выкололи n точек. Может войной, наверное, но это будет z в степени m свободная. Свободная группа. Свободная, потому что здесь никакой коммутативности нет. Это фундаментальная группа дополнения к m точкам. То есть если у нас начало и конец не попадают на выколотую точку, то это будет просто то же самое, что элемент фундаментальной группы дополнения. Хорошо. А если мы начинаем уже с выколотой точки, то в чем здесь будет различие? Отличие. А отличие будет в том, что на самом деле если мы начинаем с выколотой точки, то мы в принципе можем вначале покрутиться вокруг этой точки сколько мы хотим. То есть мы можем покрутиться сколько угодно раз. То есть если наша фундаментальная группа это была группа Z на Z на Z с образующими A1, A2, Am, да? A1, A2, Am, то значит когда мы начнем крутиться слева, то это будет означать, что нам надо будет взять левый смежный класс по A и T, где и это тот самый номер конца. Ну, если у нас начинается все в первой точке, то мы можем умножать на один сколько угодно раз. То есть фактически наш вариант будет представлять собой набор классов смежности. Набор классов смежности, ну, плюс еще перестановка, мы еще хотим сказать, какая точка, какой закончится. Набор классов смежности, плюс такая перестановка. Интересная хорошая задача, когда такие элементы будут что-то такое хорошее будут представлять действительно набор кривых не пересекающихся и не самопересекающихся. Об этом я скажу чуть позже, но вот имеется такой набор. Хорошо, а можем ли мы что-нибудь такое интересное придумать? если у нас в свободной группе есть набор элементов, но при этом первый элемент определен с точностью до умножения на А1 слева, второй с точностью до умножения на А2 слева, третий с точностью до умножения на А3 слева и так далее. А на самом деле очень просто. Такими элементами можно сопрягать. То есть можно взять например вот что. У нас есть элемент А1, его можно с помощью чего-то сопрячь, свободной группы. Ну то есть можно взять например ПА1 П-1 даже лучше наоборот П-1 А1 П. При разных П это может получиться одно и то же. При насколько разных. На самом деле если П умножить слева на А1 в любой степени, то результат сопряжения ничего не изменит. Правильно? Согласны? То есть можно сказать, что у нас есть этот набор классов смежности и мы можем с помощью этих классов смежности сопрячь наш образующий. То есть получится, что в нашей картинке будет соответствовать набор классов сопряжений образующих. Хорошо. У нас есть набор таких классов сопряжений. А теперь можно сказать, что такой набор классов сопряжений это автоморфизм свободной группы в себя. То есть давайте я скажу так. Был у нас элемент А1, мы его с чем-то спрягли, он куда-то перешел. Был у нас А2, мы его чем-то сопрягли, он куда-то перешел. Давайте для чистоты эксперимента будем считать, что наша коса крашенная. То есть у нас первая верхняя точка соединена с первой нижней. Иначе нам еще придется подкручивать с помощью перестановки. То есть нам надо будет не просто сказать, что А1 сюда перешел, а надо будет еще кое-что дополнительное подтверждение сделать. И вот сейчас я уже готов сказать такую вещь. Вот сейчас будет явная формула, совершенно явная, в которой вы увидите довольно легко то, что мы делали с пандлами или с фундаментальными группами. Но эта явная формула будет говорить, что каждой образующей группе кос мы будем сопоставлять конкретный автоморфизм свободной группы. То есть у нас была группа кос из м нитей, мы взяли Z в степени звездочка m, то есть мы взяли свободную группу с m образующей. И теперь каждой косе я буду сопоставлять автоморфизм этой свободной группы. Дальше тот факт, что композиция кос соответствует композиции автоморфизм будет проверяться мгновенно. Просто надо взять и записать АБА равно БАБ. И в этой проверке вы увидите как раз те самые замечательные свойства фундаментальной группы или квандла А кружочек Б кружочек С равно А кружочек С кружочек Б кружочек С. Но тот факт, что этот вариант не АБ какой, а полный, то, что по этому автоморфизму можно восстановить саму косу, этот факт следует из вот всех этих замечательных картинок, которые мы рисовали. Так, ну это вот тут какие примеры, как считать инварианты, да, вот шаг за шагом, значит, были у нас три тривиальных элемента, то есть сначала мы не спрягали ничто, ни с чем, потом вот, допустим, мы записали там одну букву, вот, сопрягли вот так. И вот тут пример, что тривиальная коса, которая задается сигма-1, сигма-2, сигма-1, сигма-2, сигма-1, сигма-2 минус-1, сигма-1, минус-1, сигма-2, минус-1, дает тривиальное слово. Так, ну, теперь я хочу некоторые вещи пропустить, здесь довольно много чего написано, вот теперь смотрите, вот теперь у нас были какие-то элементы, вот давайте мы рассмотрим нашу косу, перекресток, мы рассмотрим нашу косу и рассмотрим ее какой-то отдельный перекресток, это может быть перекресток сигма-2, минус-1, или это может быть перекресток сигма-2, я прошу прощения, вот на этом слайде у нас вот такие перекрестки называются сигма-2, минус-1, хотя в разных источниках литературы они могут называться с точностью наоборот, вот этой я думаю вы легко разберетесь что, вот, значит предположим, что мы сканируем косу сверху вниз и каждый раз, каждый раз просканировав ее до какого-то момента, мы записываем набор образующих, которые получились для этой вот части косы, то есть сначала это был образующий, набор образующих там А1, А2 и так далее АН. Потом, допустим, мы прошли через какое-то положение, А1 встала на второе место, а А2 сопряглась с помощью А1. И в общем, в регулярном случае происходит следующее. Та нить, которая шла сверху, она оставит свою собственную метку, как и было. А та нить, которая шла снизу, ее метка сопряжется вот таким образом. Все остальные нити останутся неизменными. Но, естественно, эти метки, они переставятся не стали. Вот. А дальше, если вас спросить, узнаете ли вы в этой картинке что-нибудь старое, хорошо знакомое, то вы скажете, конечно, это мы могли раскрашивать узел элементами какой-то группы, и за три шага, отвечающие третьему движению Рейдемастера, мы что до движения Рейдемастера, что после движения Рейдемастера получим одно и то же выражение нижних образующих через верхнюю. Вот это понятно? Итак, давайте подытожим. У нас есть коса, которая задается произведением образующих. Сначала у нас было произведение образующих группы кос. Сначала у нас был набор образующих группы свободы. И на каждом шаге мы преобразуем этот набор образующих по известному правилу. Вот оно здесь записано. Мгновенно проверяется, что это империал. А то, что это будет полный инвариант, это как раз получается, если мы сличим это действие на свободной группе с теми самыми шаг за шагом сопряжениями с помощью карты. Теперь может еще возникнуть вопрос важный и непраздный. Вопрос вот какой. Значит, пусть даны пусть дан набор слов. Пусть дан набор слов. Ну, или классов смежности там. Вопрос, когда они будут давать тот самый хороший набор образующих, из которого все строится. Когда они будут реально соответствовать какой-нибудь в косе. Ну, то есть написали набор слов. Мы можем написать и попытаться строить набор кривых. Но может оказаться, вот эта кривая самопересекается, а вот эти две нельзя сделать, чтобы они не пересекались друг с другом. То есть нам надо по набору слов понять, когда мы получим какой-то набор кривых на плоскости не самопересекающихся. Вот тут ответ такой. Необходимым и достаточным условием является выполнением двух условий. Первое это то, что они все являются образующими в свободной группе. То есть что группа порожденная ими это будет вся группа. а не то, а бы какая другая. Ну понимаете, если взять например образующие вместо А1 В1 А1 квадрат. Ну совсем не то. На самом деле надо, чтобы они были не просто образующими, а чтобы они были сопряжены каждой своей образующей. То есть одна будет сопряжена образующей, А1, другая будет сопряжена образующей А5, третья будет сопряжена образующей А3, то есть каждая своей и все различные. И кроме того, нужно, чтобы их произведение вот в таком порядке было равно произведению исходных. Что имеется в виду? Имеется в виду вот что. Предположим, что у нас с самого начала были какие-то образующие. Например, здесь А1, А2, А3. Вот у них произведение так и будет. А1, А2, А3. Теперь, значит, когда я пишу все вот так, вот так, то у меня что будет? Здесь у нас будет по-прежнему А3, здесь у меня будет А1, а здесь, как легко догадаться, будет А1 минус первой, А2 А1. Если я возьму произведение вот это на вот это на вот это, это будет А1, А2, А3. То есть нужно так, чтобы они были все сопряжены соответствующим элементом, причем сопряжены, чтобы соответственно устанавливаться перестановкой. То есть если у меня первая идет во вторую, то значит перестановка будет менять первое и второе места. А второе, чтобы произведение был вот таким как с самого начала. Но это проверяется, потому что если мы смотрим на исходную произведение, тут был Е1, Е и плюс А, тут по-моему нажать надо в противоположном порядке, вы уж извините, это я может быть немножко не так написал, но в общем смысл такой, что должны выполняться некоторые очень простые условия, и после этого вопрос о разматывании нашей косы, то есть вопрос о выделении перекрестка снизу, 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 он более-менее решается алгебраически, то есть можно делать некоторые преобразования, скажем так, умножить косу на какую-то там сигмы и минус первой, чтобы она стала проще, но это я уже руками размахиваю, вот, это можно аккуратно прочитать, вот, ну и теперь мы получаем вот это действие на свободной группе, это действие называется действием гурлица, вот, и тут сейчас будут разные упражнения, то, что группа кос из группа крашенных кос из-за м-нитей, она является нормальной, это более-менее очевидно, что фактор группы является группой перестановок, это более-менее очевидно, а теперь одно важное дело для обдумывания и обсуждения, это попробуйте описать образующие соотношения группы крашенных кос. Я скажу так, найти образующие это не сложно, найти соотношение гораздо сложнее. Есть очень хорошая теория, теория Рейдемайстера Шрайера, как по ко-представлению, то есть заданию группы образующими соотношениями, задать образующие соотношения для любой подгруппы конечного линкса. Значит, литература здесь книжка про Латокс. Вот это просто упражнение на то, насколько вы хорошо понимаете язык, то есть можете ли вы аккуратно записать все эти слова. Это еще более простое упражнение, что соотношение Артина для трех положительных перекрестков дают соотношения Артина для трех любых перекрестков, если есть тройное движение, третье движение Рейдемайстера. Вот постройте картинки, нарисуйте для данной такой вот косы. Ко-представлению для группы крашеных это гораздо более сложная проблема. И вот есть некоторые исследовательские задачи, значит, есть замечательная теория бруновых кос. Бруновые косы, они параллельны бруновым зацеплением. А значит, если у нас имеется коса, то она называется бруновой, если при удалении каждой из нити мы получим привиальную косу. Вот простейший пример это кольца барома. Кольца барома могут быть заданы вот такой косой. То есть, если вы рассмотрите такую косу, то вы ее замкнете и получите кольца барома. Кольца барома как зацепление оно брунового и эта коса тоже бруновая. То есть, если удалите, например, вторую нить, то увидите, что первая нить два раза проходит на третье. И вот большая исследовательская задача это понять, как понять, как бруновые косы исследовать с помощью данного инварианта, с помощью инварианта действия горвицы. То есть, грубо говоря, если мы попытаемся забыть про какую-то одну переменную, извиняюсь, про какую-то одну образующую, то все станет равным единиц. То есть, какого рода слова здесь можно ожидать приблизительно? Можно ожидать такие слова, которые при зачеркивании любой буквы станут привязанными. Потому что, если мы рассматриваем вот такие вот петельки, то все эти петельки будут получаться стягиваемыми в точку, ну, не в точку, там, если начало и конец разной прямую, как только мы удалим какой-то путь. То есть, например, мы можем сказать, вот, пожалуйста, например, путь, который идет отсюда, А, Б, дальше я хочу устроить А в минус первый, Б в минус первый, ну, как-нибудь А в минус первый, вот так, Б в минус первый, вот так, нет, что-то я А вот так, Б вот так, А в минус первый вот так, Б в минус первый вот так. Это коммутатор. Это коммутатор, он такой, что если сделать А равным единице, он станет равным единице. Ну, на самом деле можно сделать и тройной коммутатор. Можно, например, сказать, вот этот вот мы обозначим гамма, а дальше напишем гамма, ну, если третью образующую назвать С, гамма в минус первый, С в минус первый. Это слово будет тривиально, если сделать тривиальным С, зачеркнуть С. И оно же будет тривиально, если зачеркнуть А или Б. То есть будут возникать вот такие довольно интересные слова, там будут возникать центральные ряды, нижние центральные ряды, но вопрос, откуда брать косы Брунна? И на самом деле Бруннов и косы, они играют огромную роль в многомерной топологии, в изучении гомотопических групп сфер. И вот у нас формальное определение, формальное определение операции удаления нитей. И есть такое понятие дельта групп. Сейчас не хочется об этом говорить подробно, но, скажем так, группы, наборы групп, которые ведут себя похожи на некоторые симплексы. То есть у симплекса есть много граней, получаемых с забыванием одной координаты, а у групп есть много подгрупп, нормальных групп, получаемых забыванием одной из образующих. И вот несколько соавторов, они тут приведены, показали, что гомотопические группы сферы С2 можно вычислять с помощью вот таких бруновых кос. Что это значит? А вот я на своих лекциях по топологии говорил, что гомотопические группы сферы совершенно необъятная такая область топологии. И в частности вот то, что П3 от С2 это Z, это еще люди знали, но вот например П4 от С2 это уже группа Z2, а вообще для произвольных N и M что такое ПН от СМ это большая большая проблема. Естественно, если одно больше, чем другое. Так вот, некоторый прорыв в сторону гомотопических групп двумерной сферы был совершен с помощью бруновых кос. И, значит, соответственно, вот хочется изучать вот такие вот бруновых косы и хочется с их помощью изучать. Вот. Кроме того, давайте я сейчас немножко скажу про, поскольку время позволяет, про группу ГНК. Это мое изобретение 2015 года, и оно позволяет исследовать не только косы, но вообще говоря, практически любые конфигурационные пространства наборов точек или наборов прямых или наборов чего угодно. В общем, если у вас есть конфигурационное пространство и у этого конфигурационного пространства есть какое-то хорошее свойство, мы изучаем движение Н точек где-то, есть какое-то хорошее свойство, то можно у фундаментальной группы такого конфигурационного пространства или у такого пространства модулей строить довольно интересные гомоморфизмы в группу КОС ГНК. Итак, давайте я за оставшиеся 20-25 минут расскажу определение ГНК и самые главные примеры, которые получаются из КОС. Я хочу сказать, что по группам ГНК у меня имеется задач пожалуй больше, чем по всей оставшейся теории УГБ. Итак, значит, есть общий принцип, состоящий следующий. Есть ли некоторый набор, а давайте-ка я сейчас покажу свою книгу и предисловие к этой книге и там как раз об этом все написано. Итак, имеется главный принцип. Пусть имеется некоторый набор движения набора N частиц, не обязательно точек, эти частицы могут оказаться многообразиями, подмногообразиями, да чем угодно. И пусть имеется какое-то хорошее свойство, что такое хорошее, довольно долго расшифровывать, но, например, мы много увидим, хорошее свойство коразмерности 1. А коразмерности 1 это как раз например там две точки, в нашем случае самый красивый пример будет три точки находятся на одной прямой на плоскости. вот вообще говоря, в общем положении три точки на одной прямой это коразмерность 1, то есть это не встречается, но вот если рассмотреть конфигурационное пространство, то вот коразмерность 1 три точки на одной прямой такое встречается. И вот значит общий принцип состоит в следующем. если имеется хорошее свойство точек, которые регулируются k-точками и отвечают коразмерности 1, то тогда из конфигурационной, из фундаментальной группы конфигурационного пространства будет существовать гомоморфизм естественно в вас группу ГНК. Итак, я сейчас готов увидеть ли вы первую страницу предисловия к моей книге. Префейс. Вот сейчас я покажу все самые важные определения и все самые важные примеры, с которых началась теория ГНК, ну и сейчас она в общем-то работает не видно. Сейчас дайте еще раз покажу. Новая демонстрация. Давайте вот так. Вот так. Видели кусочек книжки? Прекрасно. Значит, итак, значит, рассматриваем формальную группу. Эта группа имеет следующий вид. Ее название ГНК происходит от русского слова, от русского обозначения С из Н по К, количество сочетаний К-элементных, сочетаний из Н-элементов. У этой группы ГНК количество образующих, порождающих в точности равно С из Н по К. И эти образующие АМ, они как раз индексируются К-элементными подножествами множества от единицы до Э. Отсюда и название. А какие соотношения? Первое соотношение, это на самом деле не одно, а целая группа соотношений, состоит в том, что все образующие в квадрате равны единице. Каждое образующие в квадрате равны единице. Второе, это делает группу похожую на группу Кокстера и на многие другие. Вторая группа соотношений говорит следующее, что если мы взяли две образующие М и М-штрих, и они недостаточно сильно пересекаются, то есть М и М-штрих содержат пересечения недостаточно много индексов, а именно строго меньше, чем К-1, то тогда образующие просто коммутируют. Вот в случае нашем как бы можно сказать, когда мы говорим про косы Артиновские, то можно сказать, что у нас каждый перекресток не одним числом задаются, а двумя числами как бы, потому что можно считать не просто его локальные номера напрямую, а можно посмотреть, из каких нитей выходят, ну, откуда начинаются эти две нити, то есть в каком-то смысле правильнее у перекрестка рассматривать два индекса. И тогда значит, что значит, что мы имеем два отдельно стоящих перекрестка. Это значит, что просто перекрестки, которые могут коммутировать, это те, у которых индексы имеют пустое пересечение. То есть вот в каком-то смысле представление Артина это то, что отвечает КН2. А вот мой главный пример будет связан с КН2. Итак, вот второе соотношение. Если пересечение меньше, чем по К-1, то такое соотношение. Маленькое замечание. Если у нас всего К-1 элемент, например, 5 элементов, и мы рассматриваем все четверки, то любые две четверки пересекаются по тройке. И такого, чтобы меньше, чем 3, быть не может. То есть в случае К-1 К-2 соотношения просто оно не может иметь места. А вот третье соотношение это соотношение, ну, так сказать, можно сказать Замолотчикова, можно сказать Янга Бакстера, можно сказать Тетраэдра и так далее. Как это можно понимать? Давайте мы я снова нарисую картинку, которую не раз рисовал. Вот такую картинку это третье движение Рейдемейстера. Его же можно понимать как некое преобразование для кос и так далее. посмотрите, давайте вот эти три нити мы назовем 1, 2, 3. Здесь они тоже 1, 2, 3. А вот если посмотреть на эти три перекрестка, то это будут перекрестки 1, 2, 1, 3, 2, 3. А здесь эти перекрестки будут 2, 3, 1, 3, 1, 2. Вот если здесь написать буквки А, то вот это соотношение А1, 2, А1, 3, А2, 3 равно А2, 3, А1, 3, А1, 2, это будет как раз соотношение группы ГН2, потому что тут речь идет о двойках, речь идет о парах индексов из числа трех выбранных. А что такое ГН3, ГН5, ГН10, и так далее. А представьте себе, что у вас есть какой-нибудь большой тетраэдер, ну, просто, например, набор из К плюс одной плоскости в камерном пространстве. И вы читаете, сканируете этот тетраэдер. Сначала вы увидели одну вершину, потом другую, потом третью и так далее. Всего К плюс одну вершину. А теперь представьте себе, что вы вывернули этот тетраэдер. То есть в этом тетраэдере все плоскости прошли через одну точку. Тогда, если вы будете сканировать в том же направлении, вы получите все те же вершины в противоположном порядке. Знаете, я недавно читал книгу Капранова и Воеводского по поводу разных категорий, разных морфизмов, разных структур. Там гометопические группы сферы есть и увидел, что они занимаются почти тем же самым, чем я стал заниматься там намного лет позже. Но они не использовали язык теории группы. То есть у них какие-то функторы, есть еще что-то, еще что-то. Но вот когда появится группа, то сразу возникнут все науки, которые присущи группам. Теория представлений, разные варианты, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Так вот, я хочу сказать, вот есть три таких вида соотношений. И есть общая, не стесняйтесь задавать вопросы, причем голосом. Итак, общий принцип. Если динамическая система, описывающая движение N частиц, обладает хорошим свойством по размерности 1, зависящим ровно от K частиц, то такие динамические системы допускают топологический вариант со значением ГНК. Вот сейчас первый, главный и самый основной структурный пример. Динамическая система движения точек на плоскости. Итак, мы рассматриваем... Да? Так, это что такое? Расстроила? Так, выключите все. Так, значит, мы рассматриваем N точек на плоскости. Эти N точек движутся, и наше свойство, которое зависит от троек точек, это три точки лежат на одной прямой. Это свойство коразмерности 1. И мы делаем следующее. Мы берем точки на плоскости, как-то их двигаем. Но, естественно, движение дает косу. И как только три точки оказались на плоскости и ЖК, мы пишем букву А и ЖК. Значит, в итоге косе будет соответствовать слову. Теорема. Вот принцип это принцип, а теорема это конкретное математическое утверждение. Полученное слово является вариантом косы. Иными словами, если две косы изотопны, то полученные слова будут равны в этой группе. Пояснение к доказательству, почему так. Смотрите, вот может случиться, что вы изотопируете косу, и ничего с ней не происходит. Тогда слово не изменяется. Но может случиться, что наша картинка прошла через что-то такое к размерности два. Ну, например, вот были три точки 1, 2, 3. И 1, 2, это была прямая. А точка 3, ну, в какой-то момент коснулась этой прямой и ушла назад. Тогда если вы чуть-чуть ее подвинете в одну сторону, там будут два пересечения. А чуть-чуть подвинете в другую сторону, будет ноль пересечения. То есть с одной стороны будет одна и та же буква записана два раза, а с другой стороны будет пустое слово. Это как раз соотношение АМ в квадрате равно единице. Дальше может случиться, что вдруг три точки оказались на одной прямой, например, 1, 2, 3. И еще может случиться, что, например, 1, 5, 7 оказались на одной прямой. Но это событие независимое. И может случиться, что одно чуть раньше, другое чуть позже. Вот она коммутативность. И, наконец, последняя, самая интересная ситуация, это когда четыре точки оказались на одной прямой. Например, 1, 2, 3, 4. Ну, может так случиться, это коразмерность 2. Но ее можно чуть-чуть пошевелить, и вот эта четверка распадется. Но пошевелить ее можно по-разному. Вот четверка, это вещь неустойчива. Она коразмерности 2. Она при малом шевелении распадается. Но все четыре тройки, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, они останутся. И вот если четверку пошевелить в двух разных направлениях, то в одном направлении эти четыре тройки будут идти в одном порядке, а в другом они будут идти в другом порядке. И то, что здесь получится, будет гомоморфизм группы КОС в группу ГН3. И на самом деле тут возникает огромное количество объектов, которые можно описывать группами ГН3. То есть можно рассматривать конфигурации точек, конфигурации прямых, конфигурации гиперплоскостей, конфигурации разных алгебраических многообразий. И все их можно изучать с помощью группы ГНК. Вот я хотел бы, чтобы вы задали побольше вопросов поподробнее на эту тему, потому что здесь в общем я читал целый спецкурс и вообще говоря весной я обычно читаю курс инварианты и картинки. Этот курс соответствует нашей книге, которой я сейчас рекомендую инварианты и картинки, а родился он как раз в 15-м году после того, как я понял существование групп ГНК и сразу обнаружил применение этих групп в самых различных областях топологии и алгебра. Ну все, здесь я более-менее хочу закончить. субтитры субтитры Продолжение следует...